Здравствуйте дорогие девы! Давайте сегодня на красивой колоде Ленорман с золотым тиснением посмотрим, как завершится месяц июнь и достанем несколько карт для вас на конец месяца. Так, на последнюю неделю июня. Итак, для Дев, знак зодиака Девы, достаем 23, 24, 25, 26, 27. 27, 28, 29 и последний месяц, 30. Помните, лунный день, 31 июня фильм. Итак, давайте смотреть. Первая карта у нас на 23 число. Это карта часы. Посмотрите, какая красивая карта часы. Что она у нас будет означать? Сейчас с вами будем разбираться. Итак, карта часы означает время. Конечно же, в первую очередь. Итак, карта часы говорит о том, что время идет, время скоротечное, нужно использовать время с умом. Поэтому будьте внимательны к тому, как вы проводите свое время. Потому что если вы будете использовать время с умом, то вы обеспечите свое ближайшее будущее. Некоторые действия ваши могут замедлять это время. Вы можете что-то не успеть и опять идти заново повторять. Ну, допустим, не сдать какой-то экзамен и идти заново повторять какой-то курс. В то же время, если вы где-то ускорились, то время вы сохранили свое время, использовали его с умом и уже достигли, получили результат. Вот такие вот советы у нас на 23, на 24. Карты крысы. Ну, карта крысы говорит, естественно, о нехорошем. О том, что крысы, они забираются, пожирают все поподряд, портят имущество хозяина, портят вещи. Так что крысы, они прямым текстом говорят, мы приносим потери, кражи, разрушения. Мы ваши стрессы, тревоги, ваши комплексы, неприятности, вредители. Поэтому эта карта как совет присмотритесь внимательно к своему имуществу. Внимательно следите, куда вы ключи положили, с кем общаетесь, кто к вам приходит, уходит. Чтобы все было под контролем. Это не значит, что это обязательно с вами произойдет 24 числа. Карты как бы предупреждают и дают совет. Поэтому внимательнее лишний раз все проверяйте, присмотритесь, кто рядышком, кто крутится, с кем общаетесь, кто в гости приходит. Сами куда идете, ничего не забывайте. Потому что я вот до сих пор помню, как давно-давно уже, боже мой, лет 25-30 назад оставила перчатки, красивые кожаные, новые перчатки в такси. И до сих пор мне так обидно за то, что я их тогда потеряла. Поэтому внимательнее следите за своими вещами. Итак, 23, 24, 25. 25-е у нас карта всадника. Посмотрите, какая красивая карта всадника. Здесь у нас всадница на коне с радугой. Так что по этой карте, скорее всего, вы получите скорую весть, известие, новости. Карта говорит, я всегда приношу новости, присмотритесь ко мне, чтобы понять, в чем они. Может быть, к вам придут гости, необязательно новости. Может быть, какие-то изменения к вам придут, которые вы ждали. И поскольку это карта с радугой, видите, она тут нет гроз, нет туч, нет крыс. Она говорит, что это приходят хорошие новости, приходят хорошие события в вашу жизнь. Просто немножечко нужно верить в чудеса. И тогда чудеса будут к вам притягиваться. Понимаете, немножечко нужно быть в душе волшебником. Я не говорю, что надо быть наивным, бестолковым человеком. Нужно быть немножечко в наивном душе, верить, позволять своей душе мечтать. Тогда к вам будут притягиваться ваши мечты, желания. И здесь у нас всадник, видите, наконец, скачет в радуге. То есть в хороших, добрых, позитивных событиях для вас. Через плечо у него сумочка с новостями, известиями. Там содержатся письма. Это такое, знаете, возможно... А, обратите внимание. И причем ночь на карте, она говорит о том, что могут быть какие-то ночные перелеты вдруг у вас возникнут. Может, вы решитесь куда-то поехать. Конечно же, всадница, как богиня, мчит вас, переносит в магический полет. Что вы можете достигнуть каких-то целей. Вы о чем-то мечтаете. У вас есть какие-то свои планы. И это такое, знаете, магическое перемещение к этим планам. Здесь вы как раз время будете думать, как использовать с умом. А здесь у вас будет магическое перемещение. А здесь, возможно, все-таки вылезут те неприятные новости, известия, которые вы чувствовали, вы знали. То есть они для вас не будут как снег на голову. Нет, вы знали, что есть какие-то люди, которые к вам недобродушно настроены. Что есть какие-то события, которые вы не смогли предугадать, уследить. И они придут с каким-то негативом. И вы уже знаете, как реагировать на это. И, возможно, сейчас вы как раз заранее, предупреждая, как бы, вот эти вот события, заранее, вы со своим временем пытаетесь совладать, сказать, так, здесь у меня будут не очень хорошие новости. Я тогда сразу попробую прозондировать почву, сделать что-то, заранее какие-то действия предпринять, чтобы с умом использовать свое время. И здесь всадница Ирида, греческая посланница богов, вам через плечо в своей сумочке несет хорошие новости своего ночного полета, путешествия на радуге. Это метаморфоза такая, карусель, она означает у нас, заканчивается один период, один цикл, и начинается новый цикл. Поэтому, возможно, вы сделаете какие-то, да невозможно, а по картам так и есть, вы сделаете правильные шаги для того, чтобы сберечь собственное время, собственные силы, собственные нервы и эмоции, собственную, не ломать себе собственную жизнь плохими вот такими вот людьми мелкими, грузунами, которые ничего хорошего в этой жизни не делают. Вот, и вы продвинетесь дальше, вы сможете, у вас появится эта возможность откроется это окно, двинуться дальше. Давайте посмотрим на следующую карту. Это у нас будет 26 число. Карта маски. Посмотрите, тоже очень интересная карта. Маски, видите? Одна маска улыбается, вторая маска грустит. Солнце и луна. Поскольку у нас в маске заключаются два образа, и даже третий образ, который вот с открытым ртом, здесь такими, как будто вот говорит, да, что-то в мир, это говорит о том, что у вас будут какие-то события, при которых вы будете немножечко как политик с маской на лице пребывать. То есть в данной, в одной ситуации вы добрые выражения лица сохраняете, в другой ситуации не очень добрые, в третьей вы говорите что-то, что хотят слышать другие. То есть такая небольшая игра, как театральное представление. Но я обращу еще раз внимание обратить, у нас маска с крысами. Тут действительно кто-то в вашей жизни пытается к вам влезть в ваше личное пространство и пытается сделать какую-то кражу, кражу, связанную с вашим личным временем, с вашим интеллектуальным трудом, кражу через интернет, через общение онлайн. Поэтому будьте внимательны. Но опять я вас не хочу пугать, потому что, посмотрите, вот здесь очень доброе лицо развернуто к нам, к нашему раскладу. Злое лицо смотрит туда, где нет расклада, а доброе лицо смотрит как раз на вас и на вашу радугу. Так что жизнь вам улыбнется доброй стороной. И я надеюсь, что вот эти крысы, которые вы о них знаете, это какие-то люди из прошлого, какие-то события из прошлого, которые вы знаете, вы чувствовали, что они сделают что-то плохое, они действительно сделали, они вылезли. И они для вас не новость, я к этому говорю. Но вы с этим справитесь. Для вас это не будет трагедия. Самое главное, не принимать ничего близко к сердцу и, конечно же, посмотрительнее, просто посмотрительнее вокруг, кто рядышком вращается. Потому что, а еще, поскольку здесь идет интернет, сообщения по интернету, возможно, это даже вот не люди, которых можно за руку потрогать, а это какие-то сообщения, какая-то переписка, почта, где люди могут играть фальшивые чужие роли, не являясь таковыми. Поэтому не ведитесь, не попадайтесь на какие-нибудь уловки, махинации, на какие-то легкие заработки. Все это, как вы понимаете, ухищрение дьявола, потому что ничего просто так не бывает, легко тоже просто не бывает, поэтому будьте внимательны. Так, дальше следующую мы карту открываем. У нас будет число 27. 27 и выходит 28 карта мужчина. Причем в этой колоде карт мужчин двое. И второй вот этот мужчина, он такой более неформальный, необязательный. он, конечно, может и обозначать у нас как конкретного человека, а также может вам говорить, что у вас есть какой-то выбор между мужчинами, и вы, они разные, эти мужчины, вы как бы будете, у вас будет такой выбор стоять, какого вам мужчину выбрать, с кем пойти в отношения, с кем продолжить эти отношения. Такая карта любовная, в первую очередь, конечно же. Он смотрит на вас, видите, у него красивый, сильный мужчина в красном плаще, на его обнаженной груди висит кулон со знаком Марса. И он смотрит на то, кто находится справа от нас. Давайте тогда сразу вскроем эту карту. Это вот, кстати, положительная карта с птицами, потому что здесь тоже как бы две карты в этой колоде с птицами. Эта карта символизирует, какие-то у вас есть внутренние душевные любовные переживания, внутренний душевный какой-то выбор, есть какие-то мужчины, есть взаимоотношения с этими мужчинами, и вы мысленно, постоянно вспоминаете, возможно, в этот день, это у нас будет понедельник, возможно, у вас вот этот самый мужчина, какой-то конкретный, о котором вы думаете, и он проявится, вы сможете с ним встретиться, у вас будет какая-то встреча, возможно, вы получите какую-то информацию о нем, какое-то известие, то есть какое-то проявление от мужчины будет 27 числа, и вам, возможно, вам какой-то выбор нужно будет сделать 27 числа. Возможно, поскольку такой неформальный мужчина, может, просто говорит о том, что у вас будет прекрасный романтик свидания, с любовью, с хорошим, приятным времяпровождением. Итак, и самое интересное, что я хотела вам сказать, смотрите, мужчина повернутый к этим самым птицам, как к скворечнику, а птицы, это у нас с вами общение, это телефонный звонок, это назначенная дата, это встреча, так что у многих, очень многих прокрутятся эти карты таким образом, что у вас будет встреча, запланируется встреча с любимым для вас человеком, важным для вас человеком, человеком, о котором вы думаете, о котором, возможно, вы судачите с подружками, о котором вы мечтаете, потому что это не просто какие-то такие разговорчики, ни о чем, это не просто реклама, листовки, еще что-то, это именно как раз о том, что мужчина о вас думает, вы думаете о мужчине, мужчина, кстати, о вас думает, что вы какая-то популярная, интересная личность, он о вас, возможно, следит где-то в соцсетях, подсматривает потихонечку, как вы там, а вы, возможно, выставляете какие-то интригующие фотографии, какие-то посты делаете, которые привлекают его внимание, и вот эти карты как раз говорят о том, что у него к вам интерес, у вас к нему тоже есть интерес, поскольку мужчина такой неформальный, потому что у нас есть по этой колоде формальный мужчина, это неформальный, то есть вам хочется прям вот каких-то вот теплых, радушных встреч, неформального плана. Давайте теперь посмотрим, что же вас будет ожидать дальше, 29-го числа, ну, корабль, корабль это всегда хорошая карта, потому что корабль, безоблачное небо, ясная погода, прекрасная, прекрасная солнечная погода, корабль движется свободно, потому что все горы остались вне зоне, что не мешает его полету, и корабль это поездка, богатство, зарубежные страны, любое транспортное средство, обмен, торговля, то есть может быть означать какую-то удачную поездку, путешествие, в вашу жизнь может войти что-то интересное, неповторимое, запоминающийся, корабль с парусами, видите, как у нас здесь изображено, это символ движения, у вас появится инициатива, и ваши какие-то сложившиеся, устоявшиеся уже планы, видите, поднимутся в воздух и начнут двигаться, также корабль может указывать и на получение денежной прибыли, потому что как раз начнется какое-то движение, понимаете, также, поскольку он поднимается в воздух, а воздух это у нас все, что связано с нашими мыслями, у нас появятся какие-то новые мысли, планы, придут идеи, как их реализовывать, возможно, поправить свои финансовые положения, появятся, возможно, хорошие деловые переговоры пройдут хорошо, и появятся какие-то возможности в финансовой сфере, возможно, какая-то выгодная сделка, выгодное знакомство, благоприятные изменения, возможно, вы получите денежный перевод, который долго ждали, то есть это удачные движения, вот прямо движение начнется, удачное движение, плюс связанное с деньгами, с доходом, с тем, что вы, наконец, почувствуете новые перспективы, планы, возможность удачи, успеха, и давайте посмотрим 30-го числа, коса, так вот, от одного к другому, да, ну, коса, не буду ничего говорить, коса есть коса, да, это валет бубен, в классическом Ленормании, это карта предупреждения, говорит, что опасность, необходимость, быстро и адекватно реагировать, на какие-то непредвиденные обстоятельства, вызовы судьбы, возможно, даже травмы какие-то, но, если коса находится рядом с благоприятными картами, а у нас с вами тут благоприятные карты, то снижается, конечно же, ее действие, просто все же дни не бывают у нас с вами розово-ванильными, и когда-то у нас звезды складываются на небе так, что действительно повышается, риск получить травму, получить какое-то повреждение, или встретиться с какими-то неудачными товарищами, поэтому 30 числа карты колоды Ленорман предупреждают вас, говорят, будьте повнимательней, давайте я для вас достану еще одну карту, посмотрю, как это, коса чем закроется для вас, чтобы вы не расстраивались, видите, здесь вот лесоплутовка вышла, то есть, перспективы-то у вас откроются, но не спешите прям со всеми сразу строить долгоидущие планы своего финансового успеха и благополучия, будьте повнимательны, потому что вот такие вот могут попасть товарищи, которые будут, естественно, преследовать свою выгоду, свою пользу, и вас могут обманывать, и вы можете расстраиваться по этому поводу, видите, как у нас хорошо предупредили карту, и крысы я тоже вам просветлю, достану еще одну карту, крысы, вот, все-таки следите за домом, видите, связанное с домом, это карта дом, в этой колоде, такой сказочный, уверенный, видите, как будто корнями дерево окутан, сама по себе карта очень положительная, очень замечательная, уносит нас в детство, в далекие воспоминания семьи, дома, когда дома пахло пирожками мамы, бабушки, в общем, эта карта говорит о том, что вот эти крысы, могут как-то проявляться у вас в доме, то есть смотрите, кто приходит в гости, не оставлять, как понятно, ничего без присмотра, повнимательнее, повнимательнее, какой чужой энергии не должно быть, вот, вот такой у нас был расклад на конец месяца, дорогие мои, подписываемся на канал, ставим лайки, рассказываем про мой канал своим друзьям, знакомым, и всего доброго вам, и до новых моих раскладов, пока-пока, ставим лайк, Продолжение следует...